Ну, в данном случае мы вакансии не изучали. То есть вакансии тоже хорошо видны на темп-изображениях. Да, тут у нас все ячейки были стихиометрические. Да, это специально, чтобы избежать... Да, да, это чисто стихиометрические соединения. Это специально, чтобы избежать любого влияния к нестихиометрии. Да, скучу. Один вопрос, пожалуйста. Вы, пожалуйста, в этом самом начале говорили, что теоретическая подлинность в 4. Ну да, люди для меня предсказывали. Соответственно, в объемных упал-проводниках кремния, синдегалия где-то в 2-3 раза выше. Ну и возникает вопрос, какие-то перспективы для применения в электронике? Ну, вот мы вчера как раз обсуждали вот это. И, в общем-то, вы тоже можете прочитать в одной из моих работ мой скептицизм касательно применения таких материалов в наноэлектронике. То есть я считаю, что они, конечно, интересные материалы, но уже столько денег было инвестировано в кремниевую технологию, что просто, скорее всего, никто не решится инвестировать такое же количество денег и такое же количество лет в эти материалы. Но это вы так очень практично смотрите, чтобы за вашу жизнь успеть. В смысле? И увидеть результат теоретической работы. Нет, ну, как бы я реально смотрю на вещи. Вы все-таки не можете прочитать аналогии с границей теории, ну, например, других кристаллов. Малые углоды, большие углоды, бояковые. Ну, вот... Верьте, вы говорили, это вот первый вопрос. Вот к какому плану у вас, видимо, малые углоды или... Ну, у меня, как бы, они вообще зеркальные. На картинке это видно, вот, симметричные. И второй вопрос. Еще-таки, вот вы приводили к полной микроскопии, у меня, насколько я понял, вообще-то ли прям ведут сетки из локации, то есть не... Просите, крае зерен. И в основном, похоже, большевнового плана. Кстати, вот кулиэдра Бернавовская для большевновых традиций. В этом плане, чтобы не пояснить, и потому что... Здесь совершенно необычная терминология, ну, для меня, по крайней мере. Ну, честно говоря, вот... Я сам не сравнивал вот такие линейные дефекты с линейными дефектами, ну, или границами зерен от других материалов, потому что такая работа уже была проделана вот группой Якобсона. Вот они детально исследовали как раз влияние угла вот между границами зерен, вот на такие дефекты. Но они, которые наблюдали, вот третья группа экспериментаторов. Вот. Ну, а второй вопрос там... Ну, вот я предложил вот эту моделью, модель петиль, вот, ну, и они были открыты недавно, вот в этом году. Ну, тоже, ну, независимая группа экспериментаторов. Ну, вот прямо такие домены в виде треугольничков. Сейчас на модернение 2 получены большие эти подвижности, если вы используете специальные подложки. Ну, да. Нет, но здесь подвижности, они как бы при... при нулевом напряжении на затворе. То есть, это как бы именно стихиометрические структуры и так далее. А вот с подложкой как вы можете прокомментировать? Есть ли у нас подложки для подвижности? Ну, лично я этот вопрос не изучал, но он есть. Вот вы можете прочитать его в моем обзоре, там журнале наносистемы. То есть, там исследована собранная информация у разных самых... Нет, это понятно, но может быть там как раз... Нет, это без подложки. Вот все эти... Я знаю, но вот на подложке могут быть эти дефекты... Да, могут. Вот я в последнем выводе написал, что мы установили механизмы, но фактически мы не нашли триггер для образования этих дефектов. То есть, что именно является спусковым крючком для их возрождения. Спасибо. Это может быть нехершивая...